Всем доброе-доброе утро, мы только проснулись, время 4.39, маленький такой вот завтрак, не могу с утра много есть, потом надо принять витамины, жена заботится о моем здоровье и будем выходить, садиться в машину и ехать снова на рыбалку. И снова ЗСД, и снова моя дорога. Я как-то встречал знаменитого очень психолога Людмилу Шихол у метро, и вез ее в офис, она вела в нашей фирме семинары. И до этого ее встречал другой водитель, и она мне говорит, что, а почему вы поехали по этой дороге, а меня вез водитель по другой. И говорит такие слова, хотя зачем я у вас спрашиваю, у каждого в жизни своя дорога. Так вот, у меня всегда своя дорога, и я люблю ездить по ЗСД. Ну, нравится мне, короче. Вот здесь вот справа морская набережная. И где-то в году 2010, здесь вот за вот этими домами, не видно, был таунхаус у шефа. Мы вот переходили через дорогу, шли по песочку, и в Финский залив кидали камни. Сейчас вот уже построенные дома, это все насыпное. Кошмар как разрастается и увеличивается наш город. Там вот вдалеке, это наша башня, лахта-центр, Газпром. Красота. Ну, а мы приближаемся к рыбалке. Ни хвоста нам, ни чешуи. Ура! Доехали до места. Закрываем машину, достаем, как всегда, спиннинг, рюкзак и куртку. И идем рыбачить. Ни хвоста нам, ни чешуи. Вот такой красавец клюнул на оранжевую резину. Класс. Продолжаем. Ребята, трясутся руки. Поймал вот такого ковалка и сломал спиннинг. Очень жаль. Очень жаль, что сломался спиннинг. Но ради такого трофея Кило 885 грамм. Фух, зачет. Друзья, до сих пор трясет. Такие трофеи не всегда попадаются. Кило 800 это хороший результат. Сломал спиннинг, потому что хотел спиннингом вытащить из воды на берег. Тут как бы высота приличная. И думал спиннинг. Спиннинг согнулся. Он дернулся и спиннинг пополам. Спиннинга второго у меня нет. Так что едем на работу. Пить кофе с курасаном. Бай-бай. А в Санкт-Петербурге сегодня опять солнечная погода. Какая красота. Приехали в Хай-парк. Синопская набережная. Сейчас поедем в управление заказчика. Там отвезем документы. А потом обратно в офис. Наверное будем кущать. Кущать. Ой, какая погода все-таки классная. Хорошей нам дороги. Я покушал. Настроение хорошее. Светит также солнце. Кушал салат Цезарь. Кстати, вот такой вкусный. И пюре с тефтелями. Потом поднялся на пятый этаж. Еще побил кофе. Сейчас поедем на Чкаловскую. Смотреть помещение. Нас фирма будет проводить для сотрудников семинары. Повышение квалификации или что-то такое. Так вот поедем смотреть зал. Понравится, нет. Вот. Работаем дальше. Съездили, посмотрели помещение. Помещение прикольное. Все в таком внутри. Открытый кирпич. Покрыт таким, наверное, лаком. Вообще, я обожаю, когда такое. Оформление интерьера. Так внутри тепло. Уютно. Дверь. Чистое дерево. Подсветка такая. Вообще прикольно. По-моему, выбрали. Будем проводить там семинары. За каждый там шаг. Если кофеварка наша, а кофе ваше, то полторы тысячи. Если кофеварка наша, а и кофе наше, то две пятьсот. Если нужно помыть чашки после семинара, полторы тысячи. Короче, за все, за все, за все. Если будем работать по договору, то это еще шесть процентов банку. Короче, кошмар. Сейчас вот тоже ехали с коллегой. Она все на телефоне, на телефоне, на телефоне. И тоже разговаривали. Как раньше люди жили, да? Ведь и встречались, и встречи были. И городские-то телефоны были не у всех. Была редкость. Вообще кошмар. Насколько сейчас стало чуть-чуть полегче жить. Ладно, поедем дальше. Всем добра. А сейчас мы приехали в Нептун. Набережная водного канала. Привезли документы. В городе суета. Красота. Работу закончили. Едем домой. Съездили еще в комитет по строительству. Человек попросил его выручить. Сотрудник фирмы. Сказала, я выйду через 10 минут. Сама вышла через 40. Некрасиво. Скажи его, я выйду через 40. Я подожду 40 минут. Но мы поедем нормально. С хорошим настроением. Я вот никогда не опаздываю. Я приезжаю, как мне сказали, в 6. Я буду в 5.30 на месте. Но я не подведу людей. Люди не будут на меня злые. Я приеду вовремя. И мне будет спокойно. Так меня мама воспитала. Мамочка, привет. Так что, единственное хорошо, что мы уже едем домой. У нас пробочки, как всегда. Навигатор пишет 37 минут. Так что, хорошей нам дороги. Мы почти дома. И у нас, как всегда, пробки. Въезд в шушары. Въезд в шушары. Это кошмар. Если кто-то смотрит это видео, кто причастен к этому, сделайте шушарцам дорогу, чтобы шушарцы нормально въезжали к себе домой. Спасибо. Ну а мы толкаемся в пробке. Позвонила жена, что заберет дочку из садика. Значит, нам не надо заезжать с садиком. Подъедем к дому. Надо не забыть сломанный спиннинг и рыбу. Сегодня получилось около 3 килограмм. Ух, добытчик. Вот. Забрать рыбу, спиннинг. И дома у меня есть старый спиннинг. Все, переставим на старый спиннинг. Вот. А мы подъехали к дому. Забираем нашу... Наш сломанный спиннинг, рыбу. И идем домой отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.